Итак, друзья, сегодня я, как сказал, имею удивительную возможность поделиться с вами словом, которое Бог дал мне уже достаточно давно. И, как я сейчас молился, это, знаете, сравнимо с тем, как сеется семя. У кого из вас есть сад или огород? У многих. Вы хорошо представляете, как это работает, этот процесс, что подготавливается почва, удобряется, и в свое время туда помещается семя, некое зерно. И особенно в наших условиях климатических нам необходимо для этого, ну, какое-то продолжительное время. Аминь. Необходима забота об этом участке, где посеяно семя, необходимо влага и терпение. И сейчас у нас осень, время как раз урожая, сбора урожая. Слава Богу, погода нам, Господь дал погоду хорошую, нам это содействует. Но чтобы плод принес благословение, он должен достигнуть определенного состояния. Так вот, слово, которым сегодня я хочу поделиться, было посеяно в меня уже, может быть, год или два, а может быть, более времени назад. И к этой осени, так же, как и урожая в ваших садах, этот плод поспел. Он ароматен, он благоухает, он сочен, и он очень полезен и актуален для нас сегодня. Поэтому то, чем я сегодня хочу с вами поделиться, будет очень полезно для вас и жизненно необходимо. Поэтому, пожалуйста, откройте свои сердца и постарайтесь увидеть, услышать и не пропустить то, что сегодня Господь нам хочет сказать. Итак, сегодня, как и всегда, в первое воскресенье месяца у нас будет святое причастие. Именно об этом я сегодня хочу вместе с вами поговорить. О том, что же такое причастие, мы с вами постараемся вспомнить, откуда оно появилось, какое отношение оно имеет к нам с вами, и как правильно нам его с вами исполнять. Я заметил, что с течением лет Церковь, принимая участие в причастии, теряет тот трепет и то благоговение, которое имели первые христиане, первые верующие, которые приняли это священнодействие от самого Христа. По моему мнению, причина этому в том, что мы перестали осознавать, что же причастие производит в нашей жизни, в нашем теле и в нашем духе. И сегодня я искренне надеюсь, что Господь откроет нам свою волю и покажет, как Он хочет, чтобы мы участвовали в этом священном действии. Ну, давайте обо всем по порядку. Можно реквизит тоже вынести. Для большей наглядности от этого таинства я попросил принести сегодня хлеб и вино. Об этом мы сегодня и будем говорить. И в завершении служения мы будем вместе вкушать причастие. В разных церквях, в разных динаминациях причастие называют по-разному. Где-то называют Пасха, где-то Вечеря Господня, где-то Хлебопреломление, где-то Евхаристия. Каждое слово имеет свое значение. Например, слово Пасха происходит от глагола, который означает оставить нетронутым или пройти мимо. Смысл слова Пасха в том, что смерть являлась наказанием для всех людей, но она прошла мимо Божьего народа. Вечеря Господня – это вечерняя трапеза, ужин. Хлебопреломление – это понятно, это разделение хлеба на небольшие куски. Евхаристия в исторических церквях толкуется как таинство, священно действие, которое заключается в освящении хлеба и вина с последующим его употреблением. Но как бы люди ни называли, причастие, оно должно нести в себе тот смысл, который в него заложил Христос. Аминь. И в самом начале давайте вспомним о значении слова «причастие». Это не часть речи, это не русский язык. Этимология этого слова говорит нам о том, что принимая причастие, мы становимся частью чего-то, к чему мы желаем быть приобщены. Некоторые люди, говоря о том, что нужно сходить в церковь, причаститься, думают, что это слово происходит от слова «чисто» и что таким образом они становятся чище. Конечно же, когда мы принимаем причастие, мы духовно, внутренне мы становимся чище, но тем не менее это слово происходит от другого слова, слова «часть». И когда мы принимаем причастие или участвуем в нем, то мы становимся сопричастными тому, что сделал для нас Бог. И давайте откроем, сегодня будет много мест Писания, поэтому приготовьтесь читать свои Библии в телефонах или на экране. Откроем второе послание Петра, первая глава и прочитаем третий-четвертый стих. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Таким образом мы видим, что посредством причастия мы становимся причастны к божескому естеству и тому подвигу, которому Христос совершил ради нас на кресте. И давайте вспомним, как все это было. Откроем Евангелие от Марка 14 главу и прочитаем с 10 по 25 стих. Марка 14, 10. «И пошел Иуда Искариот один из двенадцати к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время, предать его. В первый день опресников, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им, пойдите в город и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним. И куда он войдет, скажи хозяину дома того, учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, истинно говорю вам, один из вас, едущий со мной, предаст меня. Они опечалились и стали говорить ему один за другим, не я ли? И другой, не я ли? Он же сказал им в ответ, один из двенадцати, обмакивающий со мной в блюда. Впрочем, сын человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым сын человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, приимите, едите, сие есть тело мое. И взяв чашу, благодарив, подал им и пили из нее все. И сказал им, сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. Здесь мы можем видеть, что Иисус и его ученики, будучи иудеями и находясь внутри этой культуры, они соблюдали религиозные праздники, которые были утверждены в их народе на протяжении многих веков. И замысел Бога состоял в том, чтобы перевести ориентир Божьего народа, а впоследствии всех язычников, в сути этого праздника, то есть Пасхи, на Его Сына. Поэтому именно в дни празднования иудеями Пасхи Христос был схвачен, убит, распят и убит, чтобы показать, что Он новая совершенная Пасха, агнец закланный за всех людей, а уже не только за евреев. Отсюда мы можем увидеть, что причастие непосредственно связано с Пасхой. Но прежде чем продолжить говорить о причастии, я хочу вам предложить оглянуться назад в исторический день рождения Пасхи. Около трех с половиной тысяч лет назад еврейский народ оказался в Египте. И произошло это в связи с приключениями, которые мы все помним, связанными с Иосифом, его братьями и их отцом Яковом. Или как Бог ему дал новое имя Израилем? Давайте прочитаем Бытие, 46 главу, 26-27 стих. «Всех душ, пришедших с Яковом в Египет, которые произошли из чресел его, кроме жен, сынов Яковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души, всех душ дома Яковлева, перешедших в Египет, 70». Именно там в Египте Израиль из нескольких десятков человек стал целым народом, находясь там на протяжении около 400 лет. И поначалу их пребывание было в Египте весьма приятным, потому как их предводитель, благодаря которому они были спасены от голодной смерти, был вторым лицом в Египте. Но когда Иосиф умер после его смерти, израильтяне потеряли статус привилегированного народа, и египтяне сумели поработить чужеземцев. Более 200 лет евреи были рабами египтянам, которые с ними очень жестоко обращались, били, заставляли многое тяжело работать, строить пирамиды, дворцы, статую фараону. Евреи просто изнывали от гнета египтян и молили Бога об освобождении. Господь услышал плач своего народа и послал им помощь. Он послал Моисея, который пришел к фараону и передал волю Бога отпустить его народ. Но фараон был жестоким сердцем и не захотел отпускать своих рабов. За это, как мы знаем, Господь послал на Египет казни, огненный дождь, саранчу, ядовитых мух, страшные язвы и болячки, гадких жаб и превратил всю воду в кровь. Но фараон был по-прежнему жесток и не хотел отпускать евреев. Тогда Господь сказал Моисею. Откроем книгу Исход и прочитаем 12 главу. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей добудет у вас началом месяцев, первым добудет он у вас между месяцами года. Скажи всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство, а если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от кос, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте, испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен. И празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. 21 стих. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им, выберите и возьмите себе агнца по семействам вашим и закалите Пасху. И возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках. И пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице. И все первородные скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет. И сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал, встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той. Ибо говорили они, мы все помрем. И 51 стих. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Итак, мы видим с вами, что причастие берет свое начало в ветхозаветнем обряде жертвоприношения, когда невинное животное приносилось в жертву Богу за грехи. И кровь животного проливалась на жертвенник, тем самым оплачивая грехи тех людей, которые сами должны были быть за них наказаны. Я задаю себе вопрос. Нужны ли Богу на самом деле все эти убитые животные? Так ли приятно Творцу смотреть на то, как одно его творение убивает другое? Но Господь, действуя в рамках духовных законов, ставит на чашу спасения человеческую жизнь и жизнь животного. И как мы понимаем, наша жизнь для него важнее. И по сути, Пасхой Бог повелевает каждой еврейской семье совершить акт жертвоприношения, где в виде жертвенника становятся косяки и перекладина дверей, взирая на которые, Бог избавляет их, этот народ от смерти. С того дня, по повелению Господа, евреи чтут и ежегодно отмечают день освобождения от египетского рабства и избавления от смерти. Но, как мы помним, впоследствии из-за неискренности израильского народа, точнее его предводителей, Бог вынужден послать своего единственного и любимого сына, как Агнца Божьего, за грехи уже не только одной еврейской семьи или даже целого народа, а вообще всех людей, тех, кто поверит в него и примет его жертву. Поэтому, я повторюсь, именно в дни празднования евреями Пасхи Христос становится новой совершеннейшей Пасхой. И апостол Павел в первом послании Коринфянам в пятой главе в седьмом стихе нам подтверждает это. Ибо Пасха наша, Христос, заклан для нас. Христос становится той Пасхой, которая несет человеку не только свободу от физической смерти, но и физическое здоровье. И избавляет не только от рабства греха и как следствие влияния проклятий, но и от духовной смерти также. И как в Египте кровь невинных животных текла по деревянным косякам дверей, точно так же спустя полторы тысячи лет кровь Агнца, невинного Агнца Божьего струилась по древу креста, став видна всему духовному миру. И теперь каждый, кто верит в Него и принимает Его жертву, получает Божье искупление и победу над смертью и становится сопричастным к Ним. И как в Египте Бог повелел через Моисея отмечать, соблюдать служение Пасхи, так же и нам Иисус завещал творить Пасху в Его воспоминаниях, показав нам четкий пример на тайной вечере, как это делать вместе с учениками. Давайте откроем 1 Коринфянам 11 главу, прочитаем с 23 по 26 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите, едите, сие есть тело Мое за вас ломимое, сие творите в Мое воспоминание». Так же и чашу после вечери. И сказал, «Сия чаша, есть новый завет в Моей крови, сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание». Ибо всякий раз, «Когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, сию смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». И как мы говорили в начале, практически все христианские церкви выполняют это поручение Христа, проводят служение Евхаристии, причастия. Различным остается лишь название или форма. Более консервативные церкви придерживаются такого буквального примера в вечере, подавая стопроцентное вино всем прихожанам из одной чаши, как делал Иисус. Другие церкви, такие как наша, подают в маленьких индивидуальных стаканчиках вино, смешанное с соком красного винограда, что по сути и то и другое является плодом виноградной лозы. Пресный хлеб или маца подается практически во всех церквях, потому что это и есть хлебопреломление. Исключением являются лишь некоторые православные храмы, где вместо хлеба на причастие подается изюм с вином, всем одной ложкой. Я сам, будучи подростком, однажды участвовал в таком причастии и был очень удивлен, что всем людям одной ложкой подают это. Но не будем говорить о том, что правильно, а что нет. Пусть Господь их сам наставит. Как мы знаем, причастие состоит из двух частей. Когда мы принимаем хлеб и принимаем вино, и как мы с вами верим, что это и есть кровь и тело нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Не спите? Просыпайтесь. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, в какой момент сок винограда, это вино, становится кровью, а хлеб его телом? Как это происходит? И происходит ли это в нашем физическом мире? Так что хлеб становится человеческой плотью, а вино превращается в настоящую кровь. Некоторые противники христианства обвиняют христиан в каннибализме, утверждая, что верующие едят тело своего Бога и пьют его кровь. Но хотя об этом спорят веками, мы с вами понимаем, что это преобразование, оно не физическое, оно духовное. И термин, которым определяется этот процесс, называется «пресуществление». Нам сейчас покажут. Или «транссубстанциация» от латинского. Это богословское понятие, используемое для объяснения смысла превращения в таинстве Евхаристии хлеба и вина в тело и кровь Христа. Многие, тем не менее, считают, что тело и кровь – это лишь символы и образы, которые представлены нам в материальном виде, как хлеб и вино. Но Иисус, обратите внимание, не сказал, что это символ моего тела и это образ моей крови. Он так и сказал – это тело мое и это кровь моя. Почему Иисус выбрал такой провокационный пример, за который нам часто приходится, может быть, объясняться? А Он сделал это потому, что Он желает сделать нас своими и показал нам способ, которым Его святая кровь будет видна всему духовному миру на дверях нашего сердца. К сожалению, для многих из нас сегодня причастие стало просто церковным обрядом, а не величайшим священодействием, посредством которого мы становимся частью Христа, который претерпел бичевание, то есть страшные удары, которыми Он дал нам с вами жизнь, свободу и здоровье. Кстати, говоря, бичевание как наказание в Древнем Риме применялось непосредственно перед казнью уже осужденного человека. Но Понтий Пилат, убежденный в невиновности Христа, приказал подвергнуть его бичеванию еще до вынесения приговора, чтобы этим разжалобить и удовлетворить толпу, которая требовала его смерти. Вообще бичевание – это было очень мучительное наказание, которому в Риме подвергали за очень серьезные преступления и по большей части рабов или лиц без прав римского гражданина. По иудейским законам количество ударов было ограничено. Вот давайте прочитаем в книге Второзакония в 25 главе с 1 по 3 стих. «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. И если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его по счету. Сорок ударов можно дать ему, а не более. Чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен перед глазами твоими». Но римляне не знали таких ограничений. И Библия нам не сообщает, сколько ударов было нанесено Христу. Но при исследовании туринской плащаницы, которая отождествляется с погребальной плащаницей Иисуса Христа, был сделан вывод, что Иисусу было нанесено 98 ударов. 59 ударов бичом с тремя концами, 18 ударов с двумя концами и 21 с одним концом. И Евангелие нам подтверждают, что еще до распятия на кресте Иисус перенес невыносимые страдания во дворе царского дворца. И эти побои плетьми, в которых были острые кости и железные элементы, оставляли на теле Христа страшные глубокие раны, через которые мы с вами и получаем исцеление. И каждый верующий, который принимает это исцеление, принимает его тело, то он принимает ее как божественную целительную силу. Осознавая всю глубину этих страданий, через которые прошел Христос, мы можем с вами понять, насколько важную роль в нашей жизни должно занимать причастие. Слово Божье, точнее апостол Павел, говорят нам о причастии еще кое-что удивительное. Оказывается, причастие можно принимать и неправильно. Давайте прочитаем в первом послании Коринфянам в 11 главе с 20 по 22 стих. «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». 27 стих. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть есть дома, чтобы собираться во мне на осуждение». И мы здесь с вами видим, что Павел нам показывает три необходимых условия, которые нам важно соблюсти при правильном исполнении причастия. Первое, он говорит, ждать друг друга, то есть вместе принимать причастие. И не использовать вечерю, как возможность наесться. Хотя в нашей церкви это условие соблюсти несложно, потому как объем хлеба и вина, даваемый каждому, невелик. Второе, он говорит, испытывать себя, то есть проверять свое сердце, нет ли в нем нераскаянных грехов или неправедных помыслов. Потому как только с чистым сердцем мы должны приходить ко Христу и принимать его тело и кровь. И давайте откроем Матфея пятую главу, прочитаем 23-24 стих. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Здесь Иисус нам показывает, что даже принося несовершенную жертву, мы должны очистить свои сердца покаянием, тем более принимая его совершенную жертву. Аминь. И третий, Павел говорит нам о том, что нам необходимо рассуждать о теле Господнем. Я хочу обратить ваше внимание, что он говорит именно о рассуждении о теле, а не о крови. И даже вот мы читали в Евангелии от Марка, какой стих сейчас не скажу. Хочу обратить ваше внимание. И когда они ели, по-моему, это 23 стих. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил и дал им и сказал, примите, едите, сие есть тело мое. Смотрите, он благословил, преломил, дал им, и они не ели еще. И он сказал, едите, сие есть тело мое. И после того, как он сказал, что это тело мое, они стали есть. А дальше. И сказал им, сие есть кровь моя нового завета. А, простите. А, и взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И после того, как они пили, он говорит, сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. То есть мы здесь можем с вами увидеть, что кровь, она не умаляется перед значением тела, но тело, оно несет нечто большее. И об этом я хочу сейчас с вами порассуждать. Почему Павел делает акцент на теле? Говоря о последствиях участия в вечере недостойно, Павел не говорит о духовной немощи или духовной смерти. Он говорит, что они больны и немощны физически и не в свое время физически умирают. Из-за чего это происходит? Это происходит, то есть они рано физически умирают, больны и немощны, потому что не принимали причастие правильно. И это слово, оно сегодня в равной мере относится и к нам с вами. Написано и здесь говорится, что если мы с вами не будем принимать причастие правильно, то и мы с вами, мы будем больны, немощны и умрем от болезней. Вас это как-то отрезвляет? Мы чаще с вами думаем, что это может быть связано с какими-то нераскаянными грехами или если мы с вами согрешили против брата или сестры. Но отчасти, конечно, в этом есть истина, но главная причина в том, что мы не рассуждаем о том, а что же такое тело Христа для нас. Иисус сказал, тело мое, он сказал, это тело мое, которое за вас ломимо. И он здесь не говорит о теле как о церкви, о своем теле как о церкви, потому что как таковой церкви тогда еще не существовало, но и впоследствии церковь никогда не была ломима за кого-либо. Когда же было ломимо тогда его тело? Как мы читали во дворе царского дворца у столба, когда Пилат наказывал его и второе на кресте. Когда на причастие мы с вами принимаем чашу, которая представляет кровь Христа, которая была пролита за наши грехи, мы понимаем, что кровь заботится в нашей жизни о части греха. Но люди, основная причина, по которой они больны и немощны и умирают, что нам известно как дух немощи, потому что они не понимают, зачем они едят хлеб, когда принимают хлебопреломление. А причина, по которой мы принимаем хлеб, потому что Христос нам представлен с вами как хлеб жизни. Почему Он и сказал, держа хлеб в руках, это тело Мое, которое ломимо за вас. Давайте прочитаем Иоанна, Евангелие от Иоанна, 6 главу, 35 стих. Иисус же сказал им, я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. И Матфея, 15 глава, 22 стиха. Всем хорошо известная история, вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась ее дочь в тот час. Смотрите, женщина просила исцеления для своей дочери. И Иисус сказал, что исцеление – это был хлеб для детей. Итак, что есть этот хлеб? Это исцеление. И этот хлеб – его тело. Его тело, которое было ломимо за нас и его ранами, мы видели. Мы с вами исцелились. Это свершившийся факт. Поэтому, когда мы с вами принимаем причастие и принимаем хлеб, который есть его тело, который был наказан для нашего исцеления, а мы этого не знаем, то мы вкушаем это причастие недостойно. И, как следствие, мы будем больны, немощны и умрем от болезней. И чтобы нам с вами избежать этой страшной участи, нам необходимо, как апостол Павел говорит, рассуждать о теле Господа. То есть, понимать то, что оно нам дает и что оно в нас производит. Тогда мы с вами принимаем, когда рассуждаем, мы принимаем причастие не спеша, не наедаясь, с раскаянным сердцем, в благоговении и трепете мы думаем и представляем то, как Христос страдал на кресте ради нас, что Его святая кровь, проливаемая со креста, несет нам прощение грехов и свободу от проклятий, а Его израненное тело несет нам исцеление от всех болезней и преждевременной смерти. И мы знаем, что все христиане хотят быть здоровы, верят в исцеление, но все равно остаются больными и немало умирают. В чем же причина? Причина в том, что мы не связываем страдания Христа и Его раны, которые несут нам исцеление, с той частью причастия, когда мы принимаем хлеб, как Его тело, которое было наказано за нас и ранами которого мы исцелились. Для многих верующих это как будто две разные параллельные истории, но истина в том и есть, что когда мы съедаем хлеб на причастие, мы принимаем Его исцеление. Вы, пожалуйста, не удивляйтесь тому, что некоторые вещи, некоторые моменты я повторяю, произношу не единожды. Просто я очень хочу, чтобы они сегодня глубоко проникли в ваше сердце и в ваш разум, так как они очень принципиально важны. И давайте откроем Исайя, 53 глава, прочитаем 4-5 стих. «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем и ранами Его мы исцелились». Некоторые верующие, читая исторические комментарии, рассуждают и утверждают, что здесь говорится не о ранах, а о ранне, и не о физической ранне, а о душевной, связанной с расставанием отца и сына. Но апостол Петр нам повторяет, 1 Петра 2, 24. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». На мой взгляд, универсальность Священного Писания в том, что оно действует в жизни верующего не по уровню его образованности, так как этот уровень у всех у нас разный, а по вере, которую дает Бог. Почему же мы, сегодняшняя церковь, относимся к причастию так однобоко? С одной стороны, мы верим, что кровь Иисуса была пролита за наши грехи, и когда мы принимаем вино, что и есть Его кровь, то мы получаем прощение наших грехов. Но когда мы едим хлеб, который присуществлен в тело Иисуса Христа, ломимое за нас, то есть израненное, а ранами Его мы, как сейчас читали, исцелились, то мы не верим или не принимаем этого. Вы знаете, ранняя церковь, они понимали это, потому что большинство из них были евреями, они понимали, что значит Пасха. Они также понимали, то, о чем написано в книге Псалмов, где говорится, что когда Бог вывел евреев из Египта, то не было среди них ни одного больного. Давайте прочитаем это местописание, оно очень интересное. Псалом 104, 37 стих. «И вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Мы не знаем, сколько их вышло из Египта, я слышал разные цифры, от 600 тысяч до 3 миллионов, но написано, что вечером до их выхода из Египта у них была первая Пасха, и им было сказано «Помажьте косяки дверей кровью, кушайте мясо, стоя на ногах, в обуви с посохом, потому что завтра вы уходите». И так они сделали. Надо сказать, что это были рабы. Как мы говорили, египтяне с ними обращались крайне жестоко. Они не заботились о них, они не давали им медицинскую страховку, и им было все равно, если евреи умирали. Они даже наоборот хотели, чтобы евреи не жили долго. Ну, пока вот рабочий возраст есть, пусть живут, когда уже стареют, пусть умирают. Потому что, если они будут жить долго, они могут превысить по своему количеству египтян. И поэтому у них были всякого рода заболевания. Но когда они вышли, они были все до одного исцелены от всех болезней. Так говорит Слово Божье. И это было самое масштабное служение и исцеление, которое когда-либо было. И Господь исцелил Свой народ через Пасху. И Он этим показал Своему народу свободу от египетского рабства и от болезней. И теперь мы понимаем, что когда мы участвуем в преломлении, то чаша, которая представляет Его кровь для прощения грехов, а хлеб представляет Его изломленное тело за наше исцеление. Поэтому, когда мы участвуем в преломлении, это не должен быть только ритуал. Нет просто ритуалов в христианстве. Все имеет свое значение и последствия. И когда мы принимаем причастие, нам нужно верить, что да, мы были больны, но Его ранами мы исцелились. И перед тем, когда мы берем хлеб, мы внутри своего сердца, устами, мы говорим, Иисус, спасибо Тебе за мое исцеление. Кладем хлеб себе в рот и соглашаясь, принимаем исцеление в ранах Христа. Когда мы будем это делать, то исцеление и будет приходить в нашу жизнь. Потому что сердце Нового Завета находится в том, что Бог, Он убрал посредника между Собой и нами. Нам не нужно искать людей, которые бы молились за нас, которые бы делали то, через что Бог желает с нами общаться напрямую. Я не говорю о том, что это единственный способ для того, чтобы получить исцеление. есть и другие, такие как пост и молитва. Мы можем заключение прочитать в книге Иакова в 5 главе 14-15 стих. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолятся над ними, помазав его и леем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Мы можем видеть в Евангелии немало примеров исцеления по молитве или еще другим сверхъестественным способом от одежды или тени апостолов. Но сегодня у нас причастие. Вы знаете, в течение первых 300 лет Церковь Иисуса Христа не проводила служение исцеления вообще. таких, как вот проводятся в наши дни. Верующие просто собирались вместе, преломляли хлеб и принимали их в Харистию вместо того, чтобы искать человека для своего исцеления. у нас с вами сегодня есть все, чтобы быть здоровы, быть счастливы и благословенны. У нас есть вино, у нас есть хлеб, у нас есть присуществление, и это таинство, оно изменяет нашу жизнь, изменяет наше тело, изменяет наш дух. И я сегодня каждому из вас желаю, чтобы это откровение о причастии, о Евхаристии, оно сегодня посеяно Богом, ваше сердце не засохло, оно принесло свой плод, чтобы вы дорожили в благоговении и трепете, принимая причастие, а не просто ритуально, по привычке. Тогда Бог сможет являть свои чудеса, невероятные чудеса, и здесь с этой сцены будут звучать поразительные свидетельства о исцелениях. Мне очень больно смотреть на сегодняшнее христианство. Те, кто меня знают, знают, что тема исцеления для меня она очень актуальная. я стремлюсь развиваться в этой сфере и то, что Бог открыл относительно причастия, оно на поверхности, оно в Писании, оно для нас, для каждого. Поэтому сегодня примите решение просто взять это в свою жизнь и использовать это постоянно, жить в этом. И сейчас я прошу, давайте мы закроем глаза, склоним головы и вместе попросим Господа о том, чтобы это слово о его драгоценном теле, оно изменило нашу жизнь и наше хождение перед ним. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня говорил с нами, за то, что Ты дал нам это слово, слово с большой буквы, которое изменяет наше сердце, исправляет наш разум, освежает наш дух. Прости нас, Господь, что мы принимали причастие недостойно, из-за этого многие из нас болели, и кто-то даже больной ушел к Тебе. Господи, Ты так сильно любишь нас, что Ты дал нам это сверхъестественное служение, когда небеса наклонены к земле, когда мы можем соприкоснуться с Тобой, с Твоим телом, с Твоей кровью, и это проникает внутрь нас. И тогда мы понимаем, что Ты имел в виду, когда сказал, что Вы во мне, а я в Вас. Господи, продолжай работать с нашими сердцами, с нашим разумом, чтобы мы были открыты для Тебя, чтобы не было никаких препятствий, никаких преград между нами и Тобой, чтобы мы слышали голос Твой, были водимы Духом Твоим и наши глаза, наши духовные очи были всегда устремлены к Твоему престолу, к Твоему божественному свету. Я молюсь за моих братьев и сестер. Пусть это откровение, которое зажгло мое сердце сегодня, как благоухающий зрелый плод принесет благословение и радость каждому из них, чтобы сегодня, когда мы будем совершать это таинство, это священнослужение, Господи, не было на этом месте ни одного недостойно вкушающего. Господи, чтобы мы не искали людей для своего исцеления, потому что нам не нужны посредники, потому что Ты дал нам это все, Ты претерпел эти невыносимые муки, эти страдания от побоев этими плетьми. Твое тело было изранено, Господь, для того, чтобы мы не страдали, чтобы мы не были ранены. Господи, врачуй, врачуй, Боже, как Ты исцелил великое множество израильтян, Господь. Пусть Твое исцеление сегодня проникнет в наши тела, в наши души, в наши сердца, в наш разум, Господи. Благослови, Господь, церковь Твою. Мы ищем Тебя. Мы здесь не ради людей, не ради человека, но мы здесь для того, чтобы познать великого и всемогущего Господа. Мы благодарны Тебе, Господь, что мы можем в эти дни приходить в дом Твой, поклоняться Тебе, изучать Слово Твое, не боясь, Господь, гонений. Боже, это лето благоприятное для нас. Спасибо Тебе за него, спасибо Тебе за милость, за то, что Ты оберегаешь и хранишь нас, Господь. Больше того, о чем мы можем даже помыслить и представить, Ты хранишь нас, Ты любящий и заботливый Папа. Мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя, мы благодарим Тебя. И пусть наши сердца сегодня будут вполне готовы принимать те драгоценные дары, которые Ты заповедал нам творить, совершать в Твое воспоминание. Мы благословляем сегодняшнее причастие, мы молимся молимся о том, чтобы оно производило в нас ту великую работу, которую Ты желаешь, о которой Ты говорил нам со страниц Писания. Во имя Иисуса Христа. Редактор